Вот я сейчас вам покажу, вот когда она прислалась, чтобы прокомментировать прививку, да. Я немножко приготовился к этому разговору и будем заканчивать. Вот эта вот дебильная прививка для нас. Для него, да, вырастет будет дерево. В Италии, вот, видели шрифт нерусский? Поверьте, итальянцы так говорят, что их можно не спутать с немцами или французами. Хотя я в Италии ни одно слово не знаю. Нет, знаю. Брависсимо. А что он означает? Охрену знает. Ладно, поняли, да? Немножко юмора не помешает. Смотрите, это мой архив. Так, вот это называется прививка. Здесь, правда, пополнения все нет. Не могу успокоиться. Это все войдет в тот дополнительный фильм про эту даму, которая сказала, что публикуя, то есть вот этими вот самыми, то нельзя, то нельзя, то нельзя, я якобы их грязью поливаю. Как они после этого работать могут, я вот понять не могу. И ведь не сказали, Константинович, давайте вот, как, мы так, а вот так, а вот устроим дискуссию, а вот нам еще читателей больше будет. Нет, какая-то мертвящее все. Я потом вам покажу сотню этих, прокомментирую. Бедный, это бедный журнал. Когда-то 3 миллиона читателей было, сейчас меньше обредать них в 10 раз, но все равно много. Потому что читателей в 10 раз убавилось. Ну вот, вы шрифт видите, мне присылают, говорят, вот, оказывается, вы неправильно прерываете, Олег Алексеевич, вот как надо. Вот такой клин надо, вот, обматывать не надо, достаточно взять, сделать две палки, воткнуть вот так, и обмазать. Все, ну, пожалуйста, прости будет, да? Ага, кукиш показать. Вот, ладно, дальше идем. А это на каком языке написано? Здесь берут вот так вот, это, понимаете, еще, вот как 19 век был, так он и на западе остался. Там давно перешли на станки. Вы знаете, что там прививки делают за столом на станках? Нет? А вот это вот, нас до сих пор пичкают вот этими вот картинками. Вот бичевочкой обмотал, как будто у нас полиэтилена нет, полипропилена нет, полихлорвинила у нас нет, изолента у нас нет. Я сразу вижу, 19 век, а вот, Олег Алексеевич, а потом это, и публикуют. Откуда, думаете, я взял? А вот это тоже опубликовали. Вот как надо привать-то. 21 век. А узнаете, госпожа редактор? А это тоже не на русском языке, видите? Вот так вот оказывается надо. А так как железо, так не надо. Ну, и у них что интересного? Ведь нет бы косой нормальный срез бы сделать, чтобы полностью прилегал. Нет, они делают так, что он там в воздухе болтается. Только, это, тут я вообще ничего понять не могу. Вон, любуйтесь. Ну. Это что, диверсия идеологическая, а? Видели всю эту красоту? А тут и мои фотографии. Вон они, пожалуйста. Только кому они нужны? А? Госпожа главный редактор? Или там просто редактор? Что, вам не надо нормально, чтобы показать, как надо нормально делать прививки? Зла не хватает. А вот это, да, вот это вы пропагандируете. Это вы можете. Для меня что-то дерьмо, что-то дерьмо. То, что вы называете правильно, это тоже дерьмо. И вот это тоже самое. И вот это тоже самое. И вот это вот. Ведь это ж не я бы рисовал-то. Но. 19 века берут. Представляете? И в статью 21 века вставляют. А что ж там твоего-то? Ну, какой черт вот такой это делать, как когда вот здесь вот гниение начинается сразу же. Вот тут вот. А вот это еще хлеще. Ну, где-то все гнить начинает сразу. Смысл-то какой? Вот в этих вот. Ну, черт, и вы их публикуете. Это я уже передираю от вас. Ну, сегодня, жаль, не сегодняшняя эта тема. Очень жаль. Очень, очень жаль. Сейчас что-то еще хотел показать. Напоследок. Показать напоследок. Знаете, я сейчас сравниваю столько людей. Как можно было этому самому ученому из ботанического сада написать, что научный мир не соглашается с тем, что это, железо это. Ну, ты сам-то проверь. Так, хочу извиниться перед Светланой Калашниковой. Давайте я вышлю, напишите, вот почему вы здесь забываете электронный адрес писать, чтобы я вам просто выслал свои материалы. Вы представляете, вы представляете, уже 29, да, или сколько этих, уже 360 фирмах. Все давно рассказано. И вдруг, с чего-то надо начинать. Заказала у гениального профи, спасибо за гениальность. ВК, семена и косточки. Вот. И, оказывается, она не знает, что дальше делать. Что делать? Начинать сначала. Наверное, смотрите. Я сейчас схитрю. Тут уже два часа прошло. Буквально три минуты. Когда сажать? Как можно раньше. Учитывая, что у вас под Воронежем не это, не Италия. Нас же приучила, это главный редактор, их не опыт перенимать. Вот. Когда, как можно раньше. На что ориентироваться в погоде? Значит, это самое. Ой, как быстро ответить. Да. Если жара, посадили саженец, если это саженец, и притянили. Если это косточка, значит, желательно, чтобы, в принципе, как можно раньше, но хорошо бы перед дождем. Так, я уж не знаю, как еще короче отвечать. Вот. Знаешь, так, 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 так. Защищать надо. Бутылки не защищают, правильно ставят. Но дело в том, что там есть свои проблемы под бутылками. Вот. Мой принцип такой. Больше садите, полы защищаете, полы нет. В конце концов, то, что они защищенные, они имеют свои качества. Более селекционные, что ли, чем защищенные. Я еще, короче, как. Какой ход нужен после посадки? Траву щипать? Поливать? Как быть соляной? Значит, такой вопрос был тоже, ну, буквально свежайший вопрос. Сегодня же я объяснял. Кто-то прислал вопрос, я сказал позвонить. По телефону объяснял. Очень плохая земля. Под низом бывший лес, все в корнях. Вот я сказал, грузовик с этим самым, со свежей землей. Садить, делать гряды и садить в гряды. Вот. Вот так. Не в эту землю, а прямо в привозные гряды только. Ну, мы проходили это уже сто раз. Вот Светлана Халашникова, напишите мне электронное письмо. Я вам тут же вышлю. С просьбой выслать, я вышлю все материалы. Вот. Надо было, конечно, зимой это все. Попробую пересмотреть сейчас. Чтобы еще ответить. Когда пересаживаю на постоянное место? Лучшие уже должны расти сразу на постоянное место. Остальные пересаживайте. На что ориентироваться? На мощность саженца. Расстояние между деревьев. Сажать гуще с запасом. Да, гуще с запасом. Если делать окончательное расстояние, потом у вас получится от саженца до саженца. Через год, два, три. Пять метров, восемь метров, двенадцать метров. Не годится. Так. Наводку дам. Прививку. То есть, вы сами будете искать в этих видео. Прививки не собираюсь делать, не надо. Вот. Уже то, что заказали, уже хорошо. Тем более, практически все, кроме муссурийской груши, сибирской яблони, все остальное, можешь дать урожая с... Ну, пусть не супер плодами, но с качественными плодами и с съедобными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...